Новое утро встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Меня зовут Александр Лупиненко. Сегодня я, как всегда, расскажу об актуальных культурных событиях Гомеля и Гомельской области, а также о других интересных событиях в мире. Всем здравствуйте! Мы начинаем. На территории Гомельской области сегодня будет переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Днем воздух прогреется до 13 градусов, ветер западного направления скоростью до 7 метров в секунду. Если вы фотограф, возможно, в вашем архиве найдется снимок, на котором изображена гармошка, гармонист или баянист. С фотографией этого музыкального инструмента можно принять участие в фотовыставке «Ко дню гармониста». Его проводит Российский Центр науки и культуры в Гомеле. Прислать файлы можно до 15 ноября. Не забудьте указать контактные данные. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завтра в Гомеле пройдет областной фестиваль экологических идей «Экопроекция». Основные события запланированы в зоне отдыха пруды в Новобелецком районе. Соревновательные части программы – чемпионат Гомельской области по фотобёрдингу среди школьников и чемпионат по блогингу. Также для участников подготовлены квесты, экологическая экскурсия и много других сюрпризов. В рамках фестиваля организуют работу более 10 тематических площадок. Завершится мероприятие экологическим велопробегом. Его участники высадят молодые деревья в новых микрорайонах нашего города. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомельский молодежный театр приехали актеры Государственного молодежного драматического театра с улицы Роз имени Юрия Хармелина. Сегодня актеры из Кишинева покажут гомельчанам моноспектакль «Цветы для Элджернона». Основная идея постановки – в торжестве человечности, в желании дарить свою любовь людям и помогать тем, кто слабее. Ну а завтра театралов ждет пластическая драма об эдит пиаф «Падам-падам». Со сцены прозвучит пронзительный монолог пиаф, а рядом с ней безмолвный хор, которым обозначены этапы в жизни певицы и актрисы. А для юных гомельчан гости из Молдовы подготовили сказку «Не ежик». Это забавная и очень добрая и мудрая история, которая поможет понять, что в жизни нужно быть самим собой. Спектакль для детей будут показывать оба дня. К музыкальным новостям. В Гомель впервые приедет вокальный проект «Нонсенс» с большим сольным концертом под названием «А в небе кружат листья». По версии «Байтоп» и «Муз-награды-2019» «Нонсенс» признан лучшим в номинации «Лучшая песня» и «Лучшая группа». Символично, что концерт в Гомеле пройдет как раз в День матери. С гомельской публикой артисты поближе познакомятся 14 октября. Зрители ждут в городском центре культуры. Начало в 19.00. Артисты эстрадно-симфонического оркестра имени Василевского готовят для поклонников рока эксклюзивный музыкальный подарок. Речь идет о концертной программе «In Rock Style». В нее вошли композиции таких рок-групп, как «Скорпион», «Сквин», «Металлика», «Пингфлойд» и многих других. Гомельские музыканты расширят границы звучания симфонического оркестра и удивят разнообразием роковой стилистики. Рок в оркестровом исполнении артисты постараются преподнести свежо и экстравагантно. Концерт состоится во Дворце культуры железнодорожников. 18 октября. Начало в 18.30. Гомель готовится к пятому форуму классической музыки. 21 октября в концертном зале колледжа искусств имени Соколовского выступит пианист Борис Блох. Известные произведения он исполнит в сопровождении Гомельского симфонического оркестра. 14 ноября на сцену Дворца культуры железнодорожников выйдут итальянские артисты оперного театра «Ла Скало». Они исполнят произведения, которые считаются золотым фондом мировой классики. А завершится программа форума 15 декабря на той же сцене. В этот же вечер состоится встреча зрителей с французской музыкой в исполнении звезды мировой величины Марка Дробинского. Кстати, в его руках зазвучит биолончель 1748 года. В рамках форума также пройдут мастер-классы, лекции и семинары для молодых гомельских музыкантов. Продолжение темы. Программа «Мультимания» станет необычной премьерой в этом концертном сезоне Гомельской областной филармонии. Зрители окунутся в мир, где живут любимые персонажи мультфильмов и звучат песни, в которых не будет грустных нот. Легендарные произведения хорошо знакомы не только детям, но и взрослым. Они прозвучат в исполнении юных и профессиональных артистов. Яркие костюмы, красочный видеоряд, общение с артистами и ведущими подарят зрителям море позитивных эмоций. Концерт состоится 5 ноября в Гомельском городском центре культуры. Начало в 18.00. Картинная галерея Гаврила Ващенко запускает новый проект под названием «Уютный вечер». Участникам предлагается поговорить о культуре за чашкой ароматного чая, увидеть то, на что обычно не обращаешь внимания в повседневной жизни. Желающие также попытаются отыскать тонкую грань между искусством и провокацией. Первый вечер состоится 24 октября в 18.00. Его посвятят Парижу начало 20 века. В Гомельской области ноябрь – привычный месяц для проведения праздника урожая. Его сроки смещены ко времени, когда завершается уборка кукурузы. В этом году областные дожинки пройдут в Речице 15 ноября. Участие в аграрном празднике примут все районные исполнительные комитеты. В этот день там разделят символически каравай области. К другим интересным новостям. В Инстаграм было решено убрать возможность следить с лайками и предпочтениями друзей. Изменения коснулись комментариев и вкладки «Активность». Теперь эта информация стала скрытой. Но не стоит огорчаться. Управ одну функцию, разработчики приложения для обмена фотографиями добавили другую. Недавно компания представила мессенджер, который позволяет обмениваться материалами только с друзьями. В Германии разработчики задумали создать электрический самолет для региональных перевозок. На его борту смогут разместиться 10 человек. Транспортное средство оснастят двумя электродвигателями и одной аккумуляторной батареей. Максимальный запас хода на одном заряде составит до 300 километров. Однако этот показатель в будущем можно будет увеличить вдвое. Переставить демонстрационную версию такого самолета обещают уже в течение нескольких лет. Редкие кадры попали в поле зрения людей в Северном Ледовитом океане. Во время погружения норвежские дайверы наткнулись на необычную желеобразную массу. Исследователи изучали состояние океана, когда на глубине нескольких десятков метров увидели необычный шар размером с человека. Как оказалось, он служит защитой для будущего потомства кальмаров. Дайверы просветили его фонариком и обнаружили внутри 10 яиц. Запечатлеть такое явление – большая удача, утверждают ученые. До этого увидеть нечто подобное удавалось всего несколько раз. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни нашего региона, интересные гости в студии и известная ведущая телерадиокомпания «Гомель». Сегодня вечером смотрите очередной выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь 4» в 20.25. Это прекрасная возможность, приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Также звоните к нам в студию, делитесь вашими новостями и принимайте участие в наших розыгрышах. По понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители управления и комитетов Гомельского облсполкома, предприятий и организаций. Открытый разговор помогает решить волнующие вопросы. Включайте телеканал «Беларусь 4» Гомель в понедельник в 19.20. Номер телефона прямого эфира 34-00-43. Новое утро с вами встречали «Утренний фреш» и я, Александр Лупиненко. Желаю вам продуктивной пятницы и насыщенных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...